Долги по зарплате, банкротство градообразующих предприятий и рост безработицы в Яранске прошло совещание руководства области с представителями местной власти и предпринимателями, что изменилось в сложной ситуации, в которой оказался этот районный центр за прошедшие несколько месяцев. Страховка лекарствами и новая система оплаты труда медработников, что даст новый этап модернизации здравоохранения региона простым кировчанам. Ремонт после капремонта. Почему подрядчики спустя рукава относятся к выполнению госзаказа, в том числе и на средства из резервного фонда президента России? Особый случай в то же изучали наши корреспонденты. Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры. Здравствуйте, это программа Вести события недели. Более недели в Кирове действует новая система оплаты проезда в общественном транспорте. И первый опыт показал, что новшества приживаются в областном центре с большими сложностями. И первыми с ними столкнулись льготники. Чтобы получить заветную транспортную карту, многим пришлось постоять в очередях. Кроме того, электронных проездных не хватило на всех, из-за чего льготникам разрешили еще месяц ездить в общественном транспорте по старым правилам. Вопрос, куда подевались обещанные транспортные карты, не раз задавали и обычные пассажиры. Общеградские проездные до сих пор проблематично купить. И большинство кировчан вынуждены ездить в общественном транспорте за наличные и за полную стоимость билета. А льготники, которые наконец приобрели карты, начали жаловаться на сложности при их использовании. В частности, было выявлено несколько бракованных проездных. У некоторых карт выдавалось сигнал ошибки при считывании. И льготнику приходилось брать полный билет. При получении карты не был положен туда эквивалент денежных средств. И тем самым карта была не активирована. С этой точки зрения такое могло произойти, потому что несколько обращений было подобного рода. Отказа аппаратуры по причине нечитаемости карты или неприема карты практически такого не было. Потому что на этапе выпуска карт на предприятии, имеется в виду в Москве, все карты происходят в выбраковку. В среду должна была состояться пресс-конференция должностных лиц, ответственных за внедрение электронных проездных. Но по неизвестным причинам она не состоялась. И многочисленные вопросы кировчан пока остаются без ответа. Долги по зарплате, банкротство градообразующих предприятий, рост безработицы. Эти и другие проблемы обсуждались на неделе в Яранске. Там прошло совещание руководства области с представителями местной власти и предпринимателями. Напомним, первая такая встреча состоялась нынешней весной, что изменилось в сложной ситуации, в которой оказался крупный районный центр за прошедшие несколько месяцев. Репортаж Валентины Палкиной. Работникам Яранского комбината молочных продуктов долги по зарплате погасили только за два года. Остается задолженность за 2011 год – более двух миллионов рублей. Дальнейшее продолжение процедуры по проведению торгов тормозится из-за несогласования с банками, в частности ВТБ и Сбербанк, порядка продаж и стоимости имущества. Когда вы ему направили на согласование документа? На согласование документа мы им направили до 17 февраля. То есть сейчас прошло 7 месяцев? Да, 7 месяцев нет. И никаких там моделей? Никаких, никаких, никаких движений. То есть давайте по поручению ТГ Пузнецова, те были еще вот эту работу, ТГ на контроль взять. Нет возможности погасить долги работникам Яранского спиртоводочного завода. Здесь тоже не могут начать реализацию имущества и ждут решения суда. Судебное заседание назначено на 19 сентября. Работа по защите прав работников всех трех предприятий банкротов находится на постоянном контроле прокуратуры и судебных приставов. Возобновление производства на молочном комбинате возможно. Собственник заявил, что активно ищет инвесторов. Возможность финансирования запуска предприятия существует. Тема, с какой будет заходить сюда инвестор, пока прорабатывается, потому что выпуск сухого молока при отсутствии здесь газа, как источника энергетического, там, да, проблем, пока проблем. Но вопрос, что производить, не главный. Предприятию понадобится собственная ферма. Если все срочтется со строительством сырного завода, да, они не конкуренты. То есть сырный завод, он заберет сырье. У нас ее не будет. Если сегодня мы не знаем, куда с молоком, он его пропитит, и можно говорить. Но это время-то с молочным комбинатом. Мы с Николаном Синоновичем уже пять лет говорим на эту тему. Потеряя сырьевую базу, ее не вернут. Большое внимание уделяется и сохранению работающих предприятий. На двух из них побывали участники совещания. На СПК «Птицевод» трудится больше 300 человек. В последние годы здесь проходит масштабная модернизация производства, которая стала возможной благодаря господдержке. Предприятие работает стабильно, но сотрудников не устраивает низкая зарплата. Работающие в этом цехе получают около 6 тысяч рублей в месяц. Я не готовился к этому. Это же такой вопрос, как вы потом... Есть планы по повышению заработной платы? Вы можете пересмотреть сегодня у нас заработную плату. Есть платы, очень низкие. Создавайте профсоюз, чтобы был человек или несколько человек, которые ваши интересы будут представлять не в формате, когда гости приехали, а в формате какого-то постоянного диалога с руководством и собственниками предприятия. Это нормальная абсолютно практика. И там можно прописывать тогда те условия. И мы-то в этом заинтересованы. Мы же тоже заинтересованы в том, чтобы у вас заработная плата была выше, просто потому что вы налогов с ним будете больше платить. И меньше у нас социальных будет подпособий уходить. Особое внимание областной и федеральной власти к ситуации в Яранске принесло свои плоды. Ни одно из действующих предприятий в районе за прошедший год не было закрыто. Текущая зарплата выплачивается вовремя. Я сегодня предложил создать совет предпринимателей, чтобы они именно интегрировались в взаимоотношении с властью. И я абсолютно солидарен с Никитой Юрьевичем, Белых, что нельзя их заставить. Они должны сами прийти к этому, чтобы они консолидировались, были вместе и вырабатывали единую политику, стратегию с точки зрения налогов. Ну, посмотрите, самая низкая нагрузка в области у предпринимателей Яранского района по налогам. Ну, это неправильно. А губернатор посоветовал жителям района принимать более активное участие во всех областных конкурсах и грантах. Внутренних резервов в Яранске достаточно, чтобы претендовать на победу и получить дополнительные финансовые вливания из областного и федерального бюджетов. Валентина Палкина, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. Проблема уплаты страховых взносов в социальные фонды обсуждалась на неделе на очередном заседании областного правительства. Ситуация осложняется тем, что в течение последнего года из нашего региона ушли более шести сотен высокодоходных налогоплательщиков. Долги по взносам в пенсионный фонд уже превышает среднероссийский показатель. Недобросовестность работодателей спустя годы скажется на пенсионных пособиях работников. Наибольшую задолженность имеют обрабатывающие производства, строительство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Для повышения уровня собираемости страховых взносов решено усилить совместную работу с органами власти, прокуратурой и силовыми структурами. И на этом же заседании правительства обсуждался важный и даже можно сказать исторический документ – проект лекарственного страхования населения. Наша область первая решилась на эксперимент, предварительно заручившись поддержкой полупреда президентов ПФО Михаила Бабича. В чем же суть идеи? Известно, что в нашем регионе в структуре смертности лидируют болезни системы кровообращения. Система профилактики лечения таких заболеваний выглядит вот таким образом. Они входят в программу госгарантии и бесплатные для пациентов. А вот медикаментозное лечение людей на этапе спокойного течения хронического заболевания в эту программу не входит. Закупка лекарств в таком случае – забота самого гражданина. И многие либо вообще не покупают лекарства, либо занимаются самолечением. В итоге рост числа осложнений и диагностика на запущенных стадиях. Новый проект предполагает ввести обеспечение лекарствами при наиболее распространенных заболеваниях системы кровообращения. Это должно стимулировать людей обращаться к врачам. По их назначению лекарства будут выдаваться бесплатно. Проект должен привести к снижению числа вызовов скорой помощи и так далее. Добавим, что такая система действует в большинстве стран мира. В нашей области в качестве пилотного выбран Слободской район. В областном здравоохранении на неделе состоялось еще одно важное событие. На встрече с главврачами представители областного правительства рассказали о переходе на новую систему оплаты труда медработников. После ее введения лечебные учреждения начнут конкурировать за право обслуживания тяжело больных пациентов. Какие новшества ждут обычных больных? В вопросе разбирался Иван Швецов. Речь идет прежде всего об оценке эффективности проведенного лечения в стационарах. Система, которая вводится в нашей области, уже действует в самых разных странах мира, как с развитой экономикой, так и не очень сильной экономической системой, и везде доказала свою эффективность. Суть нового метода финансирования медучреждений заключается в том, что все многочисленные диагнозы будут объединены в несколько десятков клиникозатратных групп, более-менее схожих по уровню затрат на лечение конкретного больного. Это поможет установить, сколько стоит лечение заболевания на определенной стадии. Преимущество метода в том, что он позволяет распределять ресурсы, которые есть в системе здравоохранения, более справедливо. То есть реально оплачивать стоимость случая в зависимости от того, сколько на него было, так скажем, затрат отведено. При этом метод сам определяет относительные коэффициенты стоимости каждого заболевания. При этом в любом случае деньги будут выделяться только за конечный результат, то есть качественно пролеченного больного. И если человек будет недоволен лечением, страховая компания может устроить проверку с соответствующими штрафными санкциями. Также и в том случае, если выписанный из стационара больной вновь окажется на больничной койке с тем же самым диагнозом. Для больниц, вот как бы таких коренных изменений по подаче счетов, да, то есть у нас как месяц они лечат, потом за месяц подают счета, то есть там коренных изменений не произойдет. То есть вся эта обработка, систематизация, она будет проходить автоматизированно в нашем фонде обязательного медицинского страхования. То есть, соответственно, для больниц этот период, он достаточно такой, легкий переход. Но, естественно, семинары мы проводим с какой целью? С тем, чтобы больницы начинали лечить несколько по-новому, да, и все-таки задумывались, что более качественно, более, так скажем, эффективно оказывать медицинскую помощь для них выгоднее становится. Кроме Кировской области, по-новому оплачивать успешность лечения будут еще в Липецкой и Томской области. И постепенно, по планам Минздравсоцразвития, эта практика должна распространиться на все регионы России. Новая система оценки эффективности работы медиков должна существенно изменить отношения к каждому больному. Если раньше доходы медучреждения не зависели напрямую от количества и качества оказанных услуг, то теперь связь будет прямая. И это еще один шаг в сторону создания передовой системы здравоохранения в Кировской области. Иван Швеццлов, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что удалось за эти 9,5 месяцев и каковы теперь основные приоритеты в работе в управлении? С первых шагов своей работы в Кировском управлении я особое внимание уделил выявлению преступлений организованных форм наркопреступности. Потому как наркотики – это те вещества противозаконные, которые не распространяются, преступления вместе с ними не совершаются в одиночку. То есть человек не может сам вырастить, не может сам сюда привезти его, не может сам распространять. То есть именно отслеживание вот этой цепочки, которая вовлечена в этот незаконный оборот наркотиков, являлась приоритетой в работе. Вот в это время, я думаю, и в дальнейшем будет являться в моей работе, в работе целом управления. С вашего сайта буквально свежая информация. 30 августа кировские наркополицейские в рамках операции МАК-2012 обнаружили растение МАКа на нескольких приусадебных участках. Обнаруженный МАК сожгли. А вот к МАКопроизводителям какие-то меры приняты? Это ежегодная операция, она под эгидой Федеральной службы наркоконтроля проводится, она называется операция МАК. В этой операции участвуют не только сотрудники органов наркоконтроля, но и сотрудники органов внутренних дел, таможни, Федеральной службы безопасности, Росельхознадзоры. Операция проводится в два этапа. Первый этап это с 28 мая по 25 июля. Он уже закончился. Вот в первом этапе наши общие усилия были нацелены на выявление и уничтожение очагов декоросущих наркотикосодержащих растений. А в данный момент идет второй этап этой операции. Он основными задачами второй этапа является перекрытие внутрирегиональных, межрегиональных каналов, незаконной транспортировки наркотических средств, именно растительное происхождение. Ваш сотрудник выписал соответствующее предписание, указал срок уничтожения, не уничтожен. Что дальше? Человек подбирает административную ответственность, к тому же штрафные санкции. Если в их действиях нет умысла, что они действительно хотели выращивать целенаправленно, потому что если они целенаправленно выращивают, культивируют, это уже совершенно другая уголовная казума деяния. Вот по сфотке с вашего сайта, только за одну неделю в августе сотрудниками управления, вашего управления, изъято более 6 килограмм наркотических средств. А вот каковы масштабы этого бедствия в целом по Кировской области? Что чаще всего распространяется? У нас на сегодняшний день изъято порядка более 120 килограммов наркотиков. Большую часть этих наркотиков составляют наркотики именно растительного и местного происхождения. В большей степени это более 60 килограммов это маковая солома, в районе 50 килограммов это марихуана, наркотики синтетического происхождения и другие наркотики. В вашем обращении, размещенном на сайте, вы концентрируете внимание, что в России ежегодно от наркотиков погибает около 100 тысяч россиян, что в Кировской области официально зарегистрировано более тысячи наркоманов и призываете кировчан стать союзниками в борьбе с этим злом. На нашем сайте имеется телефон доверия, который работает в круглосуточном режиме. Люди звонят на этот телефон доверия. По каждому обращению на телефон доверия мы проводим проверку, это безусловно. В результате этих проверок у нас есть реально выявлены и наркоточки, и наркопритоны. Я считаю, что вот такой прямой контакт между населением и нашей службой, он очень полезен. Все сообщения, а в основном они, конечно, анонимные, мы подбираем проверки. — Естественно, если кто-то себя обозначил, то конфиденциальность информации вы гарантируете. — Конечно. — Ваша служба в марте будущего года отметит свое десятилетие. Каковы ближайшие планы на будущее? На каждом направлении, очевидно, добиваться лучших результатов. — Так точно, да. Вот первое, что удержать наркоситуацию действительно, не допустить распространения, чтобы Кировская область была тем регионом, которым она сейчас является. — У нас вот ситуация по наркомании довольно-таки стабильна, как в целом по России, так и по правилоскому федеральному округу. Количество преступлений, которые выявляются на территории области всеми правоохранительными структурами, оно, если взять в плане статистики, намного меньше, чем в целом по ПФО, в целом по отделям регионам Российской Федерации. Это тоже говорит о том, что мы с коллегами трудимся. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. Ремонт после капремонта. Почему подрядчики спустя рукава относятся к выполнению госзаказа, в том числе и на средства из резервного фонда президента России? Особые случаи в туже изучали наши корреспонденты. Они умножают и приумножают наше зеленое золото. Наша профессия неделей – лесничий. Специальный репортаж из Советского района. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области». События недели мы продолжаем. Имущество Кирсинской ТЭЦ арестовано и есть надежда, что система теплоснабжения районного центра к зиме будет полностью готова. Напомним, неделю назад в эфире нашей программы был показан сюжет о состоянии этого важного объекта. Областная прокуратура признала ТЭЦ не готовой к началу отопительного сезона. Предприятие имело задолженность перед кредитным учреждением в размере более 30 миллионов рублей. Иск на взыскание поступил в службу судебных приставов в конце августа. В тот же день был наложен арест на здание ТЭЦ, а также производственные складские помещения. Подобные меры были приняты, чтобы исключить возможность растраты заложенного имущества. О том, какая сейчас ситуация на Кирсинской ТЭЦ, нам рассказал глава района Андрей Олин. Ну вот, встреча была у губернатора. Значит, там он с губернатором выслушал всех и сказал, что работаем с промуглем. Там Баграм еще хочет зайти. Ну, в принципе, у Баграма сказал, что вы не связывайтесь с этим мошенниками, иначе потеряете наше доверие. Ну, пока все суды, суды бесконечные. Завтра три суда по имуществу и по ответохранению. Ну, перспективы сейчас, вот, завтрашний день, к вечеру, вот, все понятно. Добавим, что сейчас в Кирсе уже есть отопление в детских садах и школах. Система теплоснабжения города будет стабильно функционировать. Ежегодно из резервного фонда президента России выделяется порядка 12 миллионов рублей для нужд нашего региона. В прошлом году средства получили несколько социально важных учреждений в районах области. Тужие деньги были направлены детскому саду «Родничок» на капитальный ремонт. Качество выполненной работы лично проверил главный федеральный инспектор Пакеровской области Фердуис Юсупов. С места событий репортаж Кирилл Сосолятина. На проведение капитального ремонта детского сада «Родничок» из резервного президентского фонда было выделено почти 3 миллиона рублей. На ремонт каждого квадратного метра приходилось около 11 тысяч. Сумма более чем достаточная. На сегодняшний день ремонт закончен. Обновлены полы, поставлены новые окна и двери. Но это по отчетам и на первый беглый взгляд. Это же наши дети. Это же вы ставите дверь? Да. Так можно разы? Вы-то сами-то жиживаете, нет? Нет. Ну понятно. Даже не специалисту понятно. В качестве ремонта оставляют желать лучшего. С порога уже облезла краска, на двери свежезакрашенная заплатка. А как делается? Сначала шпаклюется, потом берется шкурка, затирается. Под лампочку. Правильно я говорю, да? Правильно. Правильно. А это раз так здесь сделано. Швы, они сейчас у вас потрескаются, вон уже швы трещат. Вон я отсюда вижу. Швы трещат, соединение, потому что вы сетку не поставили соответствующую. Оно на следующий год у вас здесь все потрещит. При осмотре внешней отделки здания картина столь же неутешительная. Оконные рамы сделаны некачественно. Бетонную отмостку залили так неаккуратно, что она уже потрескалась. При детальном разборе ситуации выясняются новые проблемные моменты. Был ли не предусмотрены работы по несущей стене, так как думали, что брус несущей стены находится в хорошем состоянии. Но при вскрытии полов выяснилось, что несущая стена и брус, который под ней лежит, сгнили. Сгнили все лаги и не хватало столбиков. Брус несущей стены и лаги пришлось менять сверху уже составленной сметы. В итоге пострадали качество и объем работ, предусмотренных в документации. Но рассуждать сейчас о том, кто виноват, подрядчик или авторы некорректно составленной сметы, поздно. К началу ноября все недоделки необходимо устранить. И садик при этом не должен прекращать свою работу. Я надеюсь, думаю, к середине ноября месяца они здесь наведут порядок в этой части. Все-таки это говоримо от УЖ, родничок, это наши дети. Мы должны их воспитывать чистой, порядком, культурой. И этим закладывается наше будущее. Следующим объектом, который посетил главный федеральный инспектор, стала Тужинская центральная районная больница. Капитальный ремонт корпусов больницы был запланирован в программе модернизации здравоохранения. В прошлом году здесь провели реконструкцию поликлиники, инфекционного отделения и лечебного корпуса. Также врачи получили новое медоборудование. Эндоскоп, аппараты ВЭЛ-хирургии, небольшой для перевозки тяжелых больных. И еще у нас четыре объекта должны получить. А еще получили мы автоклав. А стоит автоклавный. И должны еще получить четыре объекта. До конца этого года планируется еще приобрести новое оборудование на сумму более одного миллиона рублей. Уже состоялся аукцион на право проведения капремонта хирургического и детского отделений. Но вызывает тревогу дальнейший ход работ. Зачастую подрядчики к исполнению госзаказов подходят недобросовестно. Отмышление подрядчиков, организации, показать, что безоправно. Коллеги просто безоправно. У меня всего душа отмывается. Я хочу взять вас и завести куда-нибудь. Удверанство, например. В службе, что я просто показаю. Мы были, видели. Видели, да? Видели, да? Видели, да? Видели, да? Видели, да? Сколько лет это прошло, там, да, они там ремонт, там, в последние годы сделали, наверное, 7-8 капиталей ремонта. Как оно было, так и есть в идеальном состоянии. Семь не такие. Накопленный в нашей области опыт показывает, что в общей цепочке, от получения госзаказа до оценки выполненной работы, самое слабое звено сегодня прозрачность и эффективность использования полученных средств. Что касается программы здравоохранения, модернизации здравоохранения, это федеральная программа, я ее, как главный федеральный инспектор, изучаю на сегодняшний день. У меня есть вопросы, у меня есть вопросы. Мы будем обмениваться Дмитрием Александровичем Матвеевым по данному вопросу с Никитой Юрьевичем Белых. Может быть, есть какие-то внутренне драмативные документы правительства по поводу порядка реализации. Но я полагал бы, что надо более целенаправленно обеспечивать создание условий реализации этих финансов средств, а не просто делить их на некие составляющие. Еще один адрес рабочего визита Фердауиса Юсупова в Тужу – местная школа. 1 сентября ученики не узнали свои родные классы. В школе тоже сделали ремонт. Снаружи здания – современная отделка, внутри школа стала светлее, закуплена новая мебель, в классах обновлены компьютеры. Выпускаюсь, да, очень жалко будет расставаться. Я уже привыкла к школе, как-то уже плохо помню то, что было до ремонта. Школу я свою люблю вообще. Я сейчас зашел в школу, конечно, меня поразило. Во-первых, классы, ученики, директор школы, значит, учителя, заместители – вообще здорово. Вот когда видишь такие объекты, да, тогда я понимаю, что у нас подрастающая молодежь будет в воспитывающих условиях, правильно будет обучаться, будут вырастать интересные люди, нужные для Вятской земли и в целом для страны. Добавим, что Тужа – один из нескольких пунктов в большой программе инспекторских поездок Фердауиса Юсупова. Ранее в ходе такой же проверки в Светлополянске были выявлены недочеты при капремонте местного ДК «Юность». Сейчас на контроле у главного федерального инспектора находятся объекты в Вятскополянском районе и на Линске, которые тоже получили средства из резервного фонда президента России. И главная задача на сегодня не только проверка качества работ, но и выработка более эффективного механизма реализации выделяемых средств. Кирилл Сесолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. В нашей области продолжается год человека труда, и наш следующий материал посвящен редкой ныне профессии лесничего. На неделе в Советском районе прошел конкурс профессионального мастерства среди знатоков зеленого золота Приворского округа. С места событий репортаж Меланы Поварницыной. Лесник по определению толкового словаря Ожегова – лесной сторож. Профессия лесоводов – одна из самых старейших в нашей стране. Ее возраст определяется несколькими столетиями. Главной функцией лесника был обход территории. Теперь работа труженика лесного хозяйства изменилась и называется по-другому – участковый лесничий. Сегодня он работает в конторе с документацией и выезжает на местность. И обязанности лесничего стали гораздо сложнее. Теперь это не просто обход территории, а контроль. Защита леса от пожаров, от самовольной вырубки, проверка арендаторов и лесопользователей. Но главное, пожалуй, осталось – это умение качественно выполнять свою работу. Для лесничих лес – это не только деревья. Это повседневный труд, требующий хозяйского догляда круглогодично, а порой и творческого подхода. И тем не менее, эту профессию выбирают многие. Например, Ренат Хаирдинов пошел по стопам своего отца. То, что с папой практически всегда был в лесу, то есть на работе я практически всех лесников знал уже с детства. Поэтому выбрал профессию. С первого класса я уже мечтал стать лесником в тот момент. То есть, когда меня спрашивали, кем хочешь стать, говорил, конечно, хочу как папа. Но одного желания мало. Стать лесничим не так-то просто. На эту работу принимают только людей, которые имеют специальное лесное образование. Необходим еще и стаж, навыки, которые получают лесничие. И важным этапом в жизни каждого лесника становятся соревнования. Это и общение, и обмен опытом. В нынешнем конкурсе участвовало 12 человек. Это победители областных региональных соревнований. Из Кировской, Пермской областей, Республик Удмуртия и Мариэл. Особенность конкурса этого года – акцент на тестировании. А сейчас же уклон мы сделали на то, что все-таки в конкурсе, в нашем соревнованиях участвует участковое лесничье. Это тестирование на знание составления протоколов о нарушении правил пожарной безопасности, нарушении правил заготовки древесины. Это не все. Каждый лесничий должен уметь изготовить деляночный столб. Это межевой знак, который определяет границы лесных участков. Ошкурить, сделать гребень, щеку, то есть небольшую вырубку, и подписать столб. И суметь его установить. Обычно лесничий сам принимает такие работы у арендаторов и лесопользователей, которые отвечают за охрану, защиту и воспроизводство лесов. Но чтобы принять, он должен знать, как это делается. Также лесничие работают со специальным инструментом – бусолью. Это работа с бусолью, специальный инструмент, применяемый при съемке лесных насаждений. То есть нужно правильно снять территорию, сделать промеры длин сторон, углы правильно замерить. Тоже очень важный элемент профессионализма. Кроме того, каждый лесник обязан знать лесообразующие породы. Поэтому еще один важный элемент профессиональных знаний – глазомерная таксация деревьев и работа с GPS-навигатором. Определение площади лесного участка, который мы обследуем. Ну, соответственно, описание насаждения. То есть это состав насаждения, полнота, тип лесов растительных условий, возраст средний, высота средняя и диаметр средней древостоя. Оказывается, важно уметь не только развести костер, но и грамотно потушить. Поднести воду, заправить огнетушитель и ликвидировать все следы огня. Все это выполнить непросто. Александр Мирошин в лесном хозяйстве уже 10 лет. Он сменил много профессий, прежде чем понял, что это его дело. Но даже у него возникли трудности, что станет поводом для самосовершенствования. Сложно протокол заполнить было в основном. Ну и там эти самые вопросы по законодательству. Костер долго не разгорался. Столбик долго рубил. Конечно, этим кругом вопросов знания лесника не ограничиваются. Он еще и в животных должен разбираться, знать правила безопасного нахождения в лесу. Профессия лесника обязывает всегда быть на чеку и не жалеть сил на труд и на любовь к родному лесу. Важно, чтобы лес рос. Это же наши легкие. И как показал конкурс, лучшими знатоками зеленого золота остаются кировчане. Первое место завоевал лесничий из паркового лесничества Кирова Василий Шабалин. Второе и третье места у представителей республик Мариэл и Удмуртии. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. И по традиции в конце выпуска о погоде. В ближайшие дни в Кирове области будет прохладно и дождливо. Но достаточно тепло и комфортно для любителей тихой грибной охоты. По информации из районов области, нынешней осенью вновь хорошие сборы рыжиков. И через неделю в Сумском районе всех любителей вятских рыжиков ждут на традиционный праздник в честь этого гриба. Возвращаясь к погоде, отметим, что ночью в городе и по области облачно, временами дождь. Температура воздуха 5-8 градусов выше нуля. Днем в городе и по области облачно с прояснениями. Также ожидаются дожди. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в Кирове плюс 11, плюс 13, по области плюс 9, плюс 14. Относительная влажность 67%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго. До свидания. В Кирове ночью 7-9, днем 11-13 градусов выше нуля. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойнее.